Масштабы распространения коронавируса, когда каждые сутки более тысячи заражений не оставляют всемирной организации здравоохранения выбора. На экстренном заседании чрезвычайного комитета эксперты объявляют о чрезвычайном решении и чрезвычайной ситуации. Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса. И главная причина даже не ситуация в Китае, а то, что происходит в других странах мира. Чтобы не допустить масштабной эпидемии, ВОЗ призывает немедленно принимать самые строгие меры по немедленной диагностике и изоляции больных, так, как это делают в Китае. Во многих отношениях Китай фактически устанавливает новый стандарт реагирования на вспышки. И это не преувеличение. В Пекин новости из Женевы приходят, когда здесь уже было раннее утро. И Госкомитет здравоохранения как раз обновил последние сводки погибших от коронавируса. В Китае уже больше 210 зараженных, почти 10 тысяч. Самая сложная ситуация в провинциях Джидзиан, Гуандун, Хэннань и, конечно, в эпицентре заражения Хубея. 28 больниц провинции квалифицированы для выявления коронавируса. Мы смогли увеличить скорость диагностики заболевания с 200 экспресс-тестов в день до 4000, что в значительной степени помогает оперативно выявлять все подозрительные случаи. В Хубея уже прибыли дополнительные 50 медицинских отрядов, 6000 врачей. Краткий инструктаж, где обязательно акцент на мерах по собственной защите и тут же на прием пациентов. Результатами всех исследований и новыми данными о вирусе медики делятся с иностранными коллегами. В МИД КНР заверили, здесь и дальше будут действовать абсолютно прозрачно. Ведь главная задача сегодня остановить распространение болезней, которой в ВОЗе передали и официальное название. Острое респираторное заболевание 2019-NCOV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова